здравствуйте все я только что сегодня только сейчас провел беседу с очень интересным человеком его зовут сергей дмитриевич он живет в донецке беседа была очень интересная и еще я считаю она будет интересно всем всем моим подписчикам и гостям канала потому что это история не взятая ни из телевизора не из новостей не из каких-то передач или документальных фильмов этот человек сам непосредственно был участником военной операции в дебальцево в общем то он сам и его сын пережили и наверное до сих пор переживают все кошмары этой войны то есть его рассказ не предвзятые не выдуманный вот человек рассказал все как есть беседовали мы долго причем в двух частях беседовали первый раз мы попались друг другу на на рулетке и разговор я не знаю что сегодня у меня с интернетом или на рулетке что-то с интернетом скорее всего у меня компьютер старый надо покупать много уже в общем первый разговор у нас прервался но я думаю ё-моё ну как так уже не первый раз сегодня у меня прерываются такие интересные беседы вы уже успели заметить ты смотрели мои предыдущие ролики вот сегодняшние двери три беседы тоже были прерваны потому что он просто вот что-то где-то процесс как будто кто-то нас обрывает вот так вот чтоб перерезали и все ну так сергеем дмитриевичу получилось но я пошел дальше искать и бум мы опять друг на друг попадаем видать что-то а он кстати потом сказал что специально канаду забил в поиск чтобы выйти на меня видать судьба такая у нас так получилось что и он попался я попался ему и второй раз попался ему значит человеку надо было высказаться рассказать и чтобы все ну не все как можно больше людей знала что ж тут происходит вернее там происходит ну и разговор был вторую часть когда мы второй раз попались друг другу разговор был час час где-то то есть я что сделаю я разобью наверное на две части по полчаса каждая и получится три части первая наш разговор который оборвался а потом еще один час я разделю на пополам в общем посмотрите комментарии вернее ваше мнение в комментариях и и ставьте лайк и подписывайтесь спасибо добрый доброе утро доброе утро у нас пол второго ночи чайный ты парень не спишь еще а у меня завтра не рабочий день вот и не сплю тебя по-моему зовут миша если не ошибаюсь да ну что ты там свои дела уладил я видел твой последний ролик по поводу неприятности у тебя ну он уже далеко не последний то есть я как бы уже это ну да эти вопросы можно сказать уладил я уже после этого ролика много много видео уже выложил и сегодня уже штуки 3 выложил чем ты еще занимаешься кроме ролику но ролики это так я свободное время занимаюсь вообще работаю у меня работы много бог на двери меняю просто я вчера сегодня не работал у меня с клиентов перенесли на следующую неделю тому продукция еще не поступила поэтому а скажи пожалуйста у вас окна как у нас металлопластиковые какие там больше ценится деревянные есть тоже но они очень дорого стоят а вас как зовут сергей дмитриевич сергей дмитриевич очень приятная михаил ну вот то есть деревянные тоже есть но они очень дорогие в основном ставим виниловые окна пластик металлопластик я слышал это название у нас таких не называют виниловые окна хорошо конструкции у вас вот такие открывающие такие тоже есть как вы показываете да они мы их называем европейские окна здесь совершенно другие окна не такие как у вас то есть принцип установки тоже другой но вот приезжают люди когда там с украины с белоруссии с россии кто устанавливал там у вас окна и здесь скажу так у людей от отзывы такие я я не я я у вас не ставил окна я не знаю как как в россии там на украине в канаде вот они приезжают и говорят если бы вы так поставили окна у нас на украине вас бы по убивали за это как то так и а и причем за ту сумму за те деньги которые вы их здесь ставите вот допустим фуха ну весь дом поменять так за эти деньги на украине можно три-четыре дома установить ну как-то так ну ставьте пусть там я буду здесь ставить выставить немножко занимался до войны активно занимался сейчас после всех этих событий это очень слабый у меня память на имена плохая вас опять зовут сергей дмитриевич сергей давай для подсадки сергей миша это понимаем с тобой по возрасту близки мне 52 уже будет буквально подскажу 27 сентября мне 57 ну вот он не нормально я сергей смотрите я у меня интернет дело в том что может оборваться у меня три видео подряд интересные разговоры такие конструктивные бум и обрывается я потом сообразил почему она ближе к телу я просто объясню я сообразил почему я одновременно оплот делал видео и вел трансляцию и видимо из этого интернет тормозил сейчас я закончил все оплоты делать сейчас у меня там три или четыре новых видео уже появилась вот плохая бывают такие моменты что независимо от соскакивает но я еще и в подвале сижу далеко от роутера где вай-фай у меня я потому что на я немножко знаком немножко знаком с тобой поэтому если можно давай лучше я типа пытаюсь как ловлю красиво получается не надо меня пытать я сдаюсь уже хорошо задавайте вопросы скажи пожалуйста как вам оттуда оттуда видится хотя для меня это совсем не авторитет тем не менее иногда как великое смотрится на расстоянии то есть такое но это про картины а не про срач который у нас на украине происходит ну завершать надо конфликт а как завершать еще разжигается разжигается сейчас начинает церковь а как завершать слышал про церковь до завершать как это сугубо моё то есть точка зрения я считаю что когда запад потеряет интерес в украине когда запад поймет что на россию влиять через украину не имеет смысла это бесполезно тогда конфликт закончится ну запад потеряет интерес только тогда когда максимально выжимать украины все что с ним можно выжить и как мог более плачевном состоянии она будет находиться чтобы досталось уже понимаешь кирпич на шею россии повесь еще один качестве украины поэтому если вот что-то нибудь ликвидно здесь будет но будут уничтожать ну это что же не выход положения 2 для россии и для украины и для россии и для украины тут второй вариант это тоже опять таки моя точка зрения когда господину путину надоест все это и он все-таки признает днр лнр как частью россии и ведет туда официально войска пусть под названием миротворческие я считаю это выдаст даст возможности западу еще пару пакетов санкций ну тогда кровь прекратить литься вот когда был чемпионат мира по футболу вы помните что путин сказал рассказал век нити это будет стоить украине государственности не надо гадать что он имел ввиду и он бы это сделал я понимаю ты же видишь как бы чемпионат прошел и поэтому по новой эту клубок начинает наворачивать планировать церкви но они перед на юге они начинают кучковаться собираться тут выборы на носу их надо так понимаю сорвать выборы чтобы ввести военное положение чтобы без выборов обретись а вот такие моменты это один момент второй момент ну лично моё мнение признание донецка луганска это хорошо но мы же донесло вас мысли весь мы кусочек быть маленький наша территория области даже больше и референдум проходил же по территории области и даже территория области так и кажется не полностью решает ну как запасной аэродром как запасной вариант но решение проблемы валить украину до конца развалить ее можно не выход из положения поэтому может быть все-таки политически уже затопкать ну а какие эти выходы очень многие сам до конца не представляю как закончится ходят ходят такие мнения среди людей что возможно это будет как второе приднестровье полет блин ну что с интернетом но я на и уже жалко